отгадайте простую загадку кто обитает на дне океана ответ неверный сейчас я вам покажу каков верный вот это моя коллекция хэппи бокс подводный мир от сладкой сказки по крайней мере в жизни она так называется и сделана она из пластмассы но сейчас я решил сделать ее из пластилина и так поехали рыбопарусник хорошая фигурка такая голубой с черным верхом и большим парусом который позволяет ему быстро плавать улитка казалось бы что улитка забыла в море но они там очень часто водятся могу так сказать кстати андрей если ты смотришь то передай пожалуйста привет своей сестричке ангелине от меня я помню у нее есть эта коллекция правда не вся но все же такая улиточка с раковиной с глазками морской леопард очень красивый тюлень который все-таки очень опасен как говорят многие случаи нападения морских леопардов на пингвинов других тюленей и рыбу хотя есть даже один случай когда морской леопард утопил британскую ученую кристи браун хотя один ученый подружился с этим животным леопардом его называют из-за его агрессивности из-за краски он весь пятнистый такой красавчик морской конек рыбка тело который напоминает шахматную фигуру коня такой яркий желтенький вы сами видите какой красивый конек у меня получился дельфин очень милое морское животное которое как многие думают очень дружелюбно на самом деле она может быть и опасным дельфины очень умные и быстро реагируют очень агрессивно на того кто осмелится им помешать серый дельфинчик с белым брюшком пиви вип группер пятнистый такая красивая рыбка который я довольно давно знал с момента знакомства с этой коллекцией группер пятнистый это красивая пятнистая рыбка которая создает коралловый риф и если вы не знали даже такие глазки пятнышки буль-буль-буль-буль-буль медуза мы веселые медузы мы похожи на арбузы да кстати в жизни тут медуза такая оранжевая сверху хотя камера почему-то передает цвет такой как будто она бежевая то ли у меня с цветокоррекции что-то не так то ли я не знаю морской огурец это существо обитает на дне и питается мелкими моллюсками которые зарыты в песок весь такой в отростках шипах кожаных разумеется зеленая черепаха очень красивая черепашка с рельефом на панцире раньше кстати на черепах очень часто охотились и сейчас они находятся под угрозой исчезновения их осталось очень мало на них охотились ради панциря который когда-то был отличным украшением однако сейчас это запрещено горбатый кит красавец один из самых крупных обитателей океана да и в целом планеты его длина может составлять около 18 метров а вес более 20 тонн а иногда даже 40 тонн видите я ему тут сделал рельеф на брюхе складки вот эти из-за которых кстати этот отряд китов называют полосатиками полосатике это те киты у которых от нижней челюсти до брюха идут вот эти складки которые расширяются позволяя ему набрать как можно больше воды с рыбой в группу полосатиков входит очень много китов такие как синий горбатый финвал полосатик брайда малый полосатик сейвал и другие кальмар хватит щупальцами рыбу и направляет ее к себе в рот с клювом кальмары могут быть маленькими как например рифовые кальмары могут быть и большими вроде гигантского который может вырастать до 13 метров в длину почти как тираннозавр акула в данном случае серая акула это очень опасная рыба которая патрулирует океаны в поисках пищи хотя на людей она нападает довольно редко только если принимает их за тюлений хотя на тюлени и в основном охотятся белые акулы а серые питаются головоногими моллюсками кальмарами и осьминогами и рыбой мелкой рифовой рыбой скат хищная рыба которая обитает у самого дна питается моллюсками которые зарыты в песок иногда скат бьет их током чтобы оглушить а есть такие скаты которые колят добычу хвостом всех кого я показал выложил и продолжаем морская звезда у типичной морской звезды как этой 5 лучей или же рук хотя может быть и больше 10 или даже 50 в данном случае у меня здесь морская звезда бело-зеленая хотя они могут быть и любой другой окраски синий оранжевый красный они передвигаются с помощью крошечных ножек на нижней поверхности лучей то есть они вот так ходят и подбирают еду мелких моллюсков они хищники крабик такой красивый с красными лапками желтым панцирем вернее ярко-оранжевым и красными пятнышками и милыми глазками крабики интересны тем что они передвигаются боком вот так зона полночи наш дом вместе нам не скучно в нем опять же если вы смотрели мультсериал октанафты то наверняка знаете о чем я красивый крабик он питается мелкими организмами прячущимися в песке пингвин одели это одна из самых популярных птиц в мире они очень часто встречаются в разных мультиках например в тех же октанафтах или они были главными героями советского мультфильма пингвиненок лоло очень красивый пингвинчик они питаются крилем и мелкой рыбой которых ловят в глубине еще когда они строят гнезда зачастую один пингвин ворует камни у другого чтобы его гнездо было самым лучшим и чтобы его заметила самка марш красавец с большими бивнями маржи обитают в арктике на северном полюсе у них есть ласты как у всех ластоногих это отряд которому принадлежат все тюлени и морские львы бивнями они откапывают моллюсков и крабов в камнях и вылезают наружу цепляясь за льдины даже несмотря на свою защиту они все равно становятся добычей белых медведей или косаток раз уж зашла речь о косатках то следует также показать ее это высший хищник морей и океанов они питаются буквально всем рыбой моллюсками морскими блекопитающими в частности дельфинами а как рыбы у них могут быть абсолютно любые мелкие рыбы и акулы и на китов они могут охотиться особенно когда они в стая как было показано в моем сериале сокровище голубой планеты косатки действуют очень слаженно когда охотятся на тюлений они в начале разламывают льдину на более мелкие кусочки с помощью волн а потом более мощной волной смывают тюленя в воду где потом съедают тюлень очень милое животное которых очень часто можно видеть дельфинариях и океанариумах они питаются мелкой рыбой крабами и моллюсками они очень хорошо адаптируются к морозам и изменением времен года их толстый слой подкожного жира защищает их от холода и позволяет плавать в ледяной воде самая быстрая рыба в мире рыба меч она способна разгоняться до 120 километров в час по крайней мере это теоретические данные которые могут быть весьма преувеличены и основываются на глубине проникновения меча рыбы в древесину лодок но точно они способны развивать скорость около 100 километров в час у них острый меч кстати хочу заметить я и паруснику и рыбий меч засунул в нос зубочистку для реалистичности коралловая форель ну этим названием все сказано коралловая форель живет в коралловых рифах и охотится там на мелкую рыбу которая имела неосторожность близко к ней подплыть она ее хватит и хватает добыча в пасте осьминог осьминоги бывают разные есть маленькие как например синекольчатый размером с мячик для гольфа а есть гигантские вроде тихоокеанского осьминога который может достигать 6 метров в длину осьминоги в основном придонные животные то есть обитают у дна питаются они крабами лангустами и мелкой рыбой имеют 8 щупалец и 3 сердца одно главное гонит голубую кровь да да вы не ослышались у осьминогов голубая кровь короче одно гонит кровь по всему телу а два других проталкивают ее через жабры морской лев заметьте какая у него шикарная грива значит это самец морские львы обитают на побережьях северной и южной америки южной африки камчатки и австралии они очень любят зависать на пляже и плавать в воде там они охотятся на мелкую рыбу и моллюсков а также на крабов и лангустов в общем у них та же диета что и у осьминогов львами их называют как раз за вот эту длинную шерсть на голове самцов они искусные охотники и если вы смотрели мой мини-сериал сокровища голубой планеты то наверняка видели как они охотятся и наконец лангуст лангусты обитают в кораллах где охотятся на мелкий планктон и на мелких моллюсков которые прячутся в песке либо в камнях вот эти их длинные усики позволяют им прощупывать окружающую среду и чувствовать направление опасности ну и вот собственно вся моя коллекция морских обитателей очень красивые реалистичные яркие их много 24 штуки андрей если ты смотришь это видео то можешь сделать реакцию всем пока